Добрый вечер, РМ и телезрители. В эфире программа на связи с муниципальной властью, как всегда по средам с вами я, Андрей Острев. И мы будем опять говорить о нашем городе, что в нем происходит, как происходит, к чему мы идем и к чему придем. Сегодня я вас приглашаю к дискуссии на вот какую интересную тему. Городостроение. Это всегда был определенный камень преткновения. Многие о него спотыкались, многие ведут баталии за него. Но произошло очень важное событие. Еще в январе 2017 года были приняты ряды поправок к законодательным актам, которые регулировали градостроение. Это прошло мимо. Я, например, не слышал об этом. Приняли и приняли. Но тут оказалось, что подошел срок, когда этот закон начинает вступать в силу и за него начинают спрашивать. И сегодня я приглашаю всех наших зрителей присоединиться к нашему обсуждению. Телефон вы сейчас увидите на своих экранах. А я представляю нашего гостя Сергей Кантор, депутат городского совета, который непосредственно нам расскажет, что это за изменения. Хороши ли они, плохи ли они и как они отразятся на градостроение Николаева. Для начала я хочу сказать вам и зрителям, что я здесь волей судьбы. Я профессионально этими вопросами не занимаюсь. У меня, так скажем, занимаюсь совершенно иными вопросами. Но, так скажем, волей судьбы вынужден этим заниматься по той причине, что я являюсь депутатом. И уже не первый Сазаев, а четвертый Сазаев. И вхожу в фракцию «Наш край». Мы шли на выборы за Николаев, за «Наш край». И, естественно, философия наша, в общем-то, партийная, моя лично человеческая, то, что Николаев, лучшего Николаева в нашей стране города нет. И поэтому он должен развиваться. И он должен каждый день становиться все краше и краше. И мы не должны об этом говорить, мы должны это делать. И вот, занимаясь конкретно прикладными моментами, связанными с вопросами, о которых вы упомянули, я, естественно, как депутат, мягко говоря, начал бить колокола еще начиная с начала этого года. Все началось, ну, так скажем, исторически все, значит, скажу. Дело в том, что самые процессы, сами процессы градостроительные, они достаточно сложные. Вот, естественно, я попытаюсь говорить это на понятном языке, вот как я это понимаю, потому что, ну, в общем-то, брать сейчас сюда законы, взял один закон, о котором сегодня говорим, и начинать их читать, это не есть, так скажем, рапфак, и это не есть, да. Да, вот если можно, для простых горожан, как я, например. Да, наша жизнь постоянно находится в динамике. И, естественно, значит, этот год начался с того, что после утверждения бюджета, да, значит, занимаясь конкретно стадионом центральным, конкретно, значит, сказкой, там, объектами здравоохранения, вот, которые курирует наш край, да, там, я, как заводчанин, да, там, имеющий опыт работы, естественно, я начал зарываться в основы основы этого вопроса. В начале года все слышали эпопею по уровню зарплаты в строительстве, и мы, так скажем, принимали решение, учитывая то, что минимальная зарплата увеличилась до 3-200, естественно, возросла зарплата и в строительстве были эти все, так скажем, перипетии жизненные, да, что-то сделали правильно, что-то неправильно, есть еще сегодня там вопросы. Тем не менее, сессионный зал принял решение о том, что средняя зарплата в строительстве, там, разряд 3-8 и так дальше, она сегодня, значит, принята на определенном уровне, 5-200 в абсолютное величине. Вот, ну, и это, как бы, этот этап, этот этап мы проходили. Я прошу прощения, для зрителей я поясню, вот это 5-200, это... Я сейчас объясню сам. Да, хорошо. То есть, речь идет о том, что любой процесс начинается с того, что там готовится техническое задание для проектанта, вот, проектант разрабатывает проектно-сметную документацию и вот на этапе разработки проектно-сметной документации эта цифра являлась, так скажем, базовой для того, чтобы можно дальше посчитать всю математику. Естественно, бюджетный процесс после принятия бюджета, естественно, когда определили векторы развития города Николаева, хотя бы в объемах 2017 года, вот, ну, как бы для зрителей еще хочу сказать, что Николаев таких объемов специального фонда, которые выделялись на развитие города Николаева, он никогда не имел. То есть, мы сегодня имеем, по сути дела, так скажем, дело с... Никогда доселе, доселе такие объемы, которые сегодня город может себе позволить на развитие города, именно на развитие города, ни на крыши, ни на подвалы, ни на стояки, ни на лежаки, ни на окна, ни на двери, ни на... ни на что, а на развитие, это на строительство там инфраструктурных объектов города Николаева, на там, на капитальные ремонты дорог и так далее. Все началось в 2014 году, в 2015 году с 200 миллионов, сегодня мы уже, мы имели в прошлом году около миллиарда, в этом году будем иметь больше миллиарда. То есть, это серьезные деньги, к которым нужно относиться серьезно. Естественно, процессы начинаются, естественно, с проектирования, и на этапе, значит, вот этом, столкнулись мы с этим вопросом, связанным с уровнем средней заработной платы, мы его решили. Что-то сделали правильно, что-то неправильно, нас поправят, тем не менее, процесс пошел. Дальше, естественно, при наличии соответствующих финансовых обязательств, не буду говорить зрителям, что это такое, это программы, это там... То есть, есть классика жанра, и даже для, значит, ферресичного громадянина это неинтересно. Это муторно, это точнотворно, но, тем не менее, закон есть, его надо исполнять. То есть, процессы, процессы, так скажем, движутся, и, естественно, когда уже все доходит после определенных этапов, там, подготовка тендерных процедур, там есть свои условности, есть там допороговые суммы, есть тендерные суммы, то есть, это тоже, это такая глубокая, глубокая мутная вода, что там очень сложно. Тем не менее, когда мы вышли уже к середине года, по большому счету, на этапы, когда нужно начинать работать, в это время, в это время, естественно, вот мы, значит, столкнулись с введением в действие некоторых, так скажем, пунктов или параграфов закона, о котором вы говорили. Вот этих изменений в законе. Да, 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 сам закон вышел раньше, но... Но это не один закон же, правильно? Да, тут ряд законов, да. Вот действие, ну, как бы растягивалось во время. А по большому счету, как бы, есть пять кубиков. В нашей жизни это, значит, все наши строительства, ну, разделено на пять кубиков. Пять этапов. Категория сложности объектов. А, категория сложности. Категория 1, 2, 3, 4, 5. Все, они так были. Вот они в до, в период до изменения этого закона, они по одному складывались, там, к примеру, первый, второй, третий кубик были в одной группе, а четвертый, пятый был в другой группе. Ну, вот считайте, как на уровне, значит, детского садика. Это группа сложностей, сложностей, да. Сложностей объектов, да, объектов. Этим законом, учитывая процессы негативные проходения, ну, это мое понимание вопроса, то есть, аварии, там, какие-то техногенные моменты, да. Естественно, законы, которые, которые были в какой-то момент, значит, где-то, где-то что-то уже не работало, или они уже не послаблены, где-то были жизни, да, да. Вот все это дело, там мы видим, там обрушилось, то обрушилось, то с нарушением, то с нарушением. Естественно, все это дело привело к тому, что закон этот был принят в Верховном Совете. Естественно, надо было с этим законом знакомиться, нужно было его читать, и нужно было его исполнять всем от начала до конца. То есть, если мы возьмем этот закон, то в конце этого закона, кроме даты, когда он введен, еще написано поручение, там, кабинет у министра, что-то надо было разработать, там, четырехмесячный термин, там, и так далее, и так дальше. То есть, по большому счету... То есть, закон, то есть, этот закон, если я правильно понимаю, он должен... Только для Николаева, да. Он имеет долгий срок интеграции. Конечно, да. Есть период, да, там есть поручения, которые должны были быть отработаны. Они, к сожалению, на сегодняшний день не отработаны, начиная, так скажем, от верхнего уровня и заканчивая сегодня, не все даже исполнители его прочитали. Естественно, когда он начал работать, ой-ой-ой, что же мы будем делать? То есть, на сегодняшний день, значит, мы в июне месяца, 10-го, когда там очередной этап его вводится, так, опа, сегодня мы по одному экспертизу проходили, экспертизу. После того, как проект, учитывая, что бюджетная сфера, есть соответствующая процедура, нужно получить экспертный выясновок. До 10-го июня он был один, после 10-го июня он стал другим. Потому что вот эти, было кубиков 1, 2, 3 в одной группе, а кубики 4, 5 в другой группе. Сергей Анатольевич, я прошу прощения, давайте мы ответим нашему зрителю и продолжим. Пожалуйста. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Да, этот депутат может ответить на такой вопрос. Сентьевич нам обещал, где-то месяца, уже 3-3, наверное, там, назад, пустить, начать работу, не пустить, а начать работу, троллейбус, пустить, вокруг там его. И никакой, никаких работ не производится. Может, такое, почему, что, как. Спасибо. Я отвечу на этот вопрос. Нам забили, а то сюда, маршрутки, маршрутки. Все, 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 мы поняли ваш вопрос, сейчас спасибо. Я отвечу на этот вопрос. Вопрос, связанный с троллейбусной линией, он в эту кучу тоже попал. Попал, да. То есть, сам по себе процесс реализации от принятия бюджета и заканчивая, так скажем, хотя бы началом строительства, он очень сложный и не за один он делается. Да, вот если мы берем стадион, если мы на начало года, на начало года, к примеру, в январе месяце имели уже проект на реконструкцию топочной, то на сегодняшний день мы еще не имеем возможности начать эти работы. Потому что надо переделывать проект, согласно этим законодательным. Проект мы уже сделали и экспертизу новую получили. На следующем этапе появилось требование лицензии иметь и так далее, и так далее, и так дальше. То есть, закон по этапам вступает в силу, и все эти этапы, если мы их вовремя не отработали, они тормозят процесс, по сути дела, строить, реконструировать, делать капитальный ремонт и так далее, и так дальше. То есть, ну, как бы, если говорить по-простому, то промухали. Промухали от начала и до конца. Бросились только уже в тот момент, когда он начал работать, и начали искать выход. Хотя, значит, сказать, что есть там, допустим, Иванов Петров-Сидоров, не могу сказать. Почему? Потому что сегодня мы уже, когда собирались у мэрии, значит, мэр не смог. Значит, где-то был на совещании, хотя должен был быть, мы собирались, значит, зам его вел, Мико Горчан вел это совещание. Мы как-то это все до кучи все свернули. Ну, тут, понимаете, тут столько факторов наложилось. Тут и то, что структура мэрии изменилась, и то, что был КП с одними, так скажем, функциями, стал УКС с другими. То еще будет жить, а УКС еще не начал жить. Потому что, значит, сегодня в программах УКСа нету, вот, и сегодня КП, к примеру, может строить, там, условно говоря, только то, что по функции он может строить. Ну, к примеру, могу сказать такое, если даже берем стадион, да, электротетическая дорожка, стартовый пистолет. Он сегодня же не просто пистолет, от него идет оптоволокно, под самой дорожкой есть там электронные датчики, которые фиксируют старт и так далее, и так дальше. И вот получается, что, значит, то, что под землей, это входит функцию, значит, которую сегодня КП имеет. А если пистолет купить, то это уже КП не имеет, это уже функция другого, это функция уже управления спортом. Естественно, вот на стыке, вот, то есть мы живем в эпоху перемен. Мы живем в эпоху перемен. А потом тендер, а потом недобросовестный участник тендера, и там столько-столько всякого того, что мешает и пробуксовывает, да, вот оно все до кучи сложилось так, что по большому счету сегодня все, так скажем, ну, имеют очень большие проблемы. Имеют проблемы подрядчики, подрядчикам, ну, к примеру, да, там, в начале года, когда решалась проблема с 3400-5200, кто-то пошел по пути 3400. А сегодня, когда 5200 уже узаконено, ой, давайте мы будем, мы же в этом году работали, нам заплатите по 5400, а по 5400 невозможно им заплатить по той причине, что должна быть по новой экспертиза, по новой она должна быть подтверждена. То есть в данном случае, в данном случае сказать, что это вина, к примеру, там, управленцам нельзя, то есть это иски были тех, кто и шел по этому пути. Тех, кто не пошел по этому пути, а изначально, к примеру, откорректировали проекты, получив решение сессии, получили уже экспертизу, которую впоследствии нужно было еще раз получать после 10 июня, ну, в связи с введением действия закона. То есть, получается, шаг за шагом, да, меняется законодательство, не успеваем мы его догонять, понятно, да, вот, те, кому это положено догонять, да, или вовремя отрабатывать. И получается, что, по сути дела, сегодня мы находимся в такой ситуации, когда с введением, к примеру, там, 10 августа очередного этапа действия, срока ввода этого закона, да, то, по идее, профинансировать без наличия лицензии нельзя. Все завязали, с законом оно все завязывается, завязывается в одну, я вчера говорю с ввозчиком, в одну такую вот систему. Говорю, послушай, ну, надо же как-то решать. Он говорит, что можно решать, если я сегодня получил пакет документов на декларацию в начале работы. Ввозчиков это ГАСК. Это ГАСК, уже городской ГАСК. Городской ГАСК, да. Говорит, даже, ну, сейчас это по-другому называется, декларация, да, разрешение, но, тем не менее, он говорит, я документы проверил, проверил, отправил в Киев. И Киев, общая база данных государственная, он ему присваивает номер. И если информация, клеточка, мы там карточку какую-то получаем, и там есть клеточки, которую мы должны заполнить. И если в клеточке, дед, положено написать номер лицензии у подрядчика, номера этого нету, разрешение на строительство не дадут. И что бы мы тут не делали, то есть, понятно, да, то есть, надо расторгать тендер. А если тендер надо расторгать, договор, да, ну, человек не может получить лицензию, потому что лицензия стоит 38 тысяч гривен. Она выдается в Киеве два раза в месяц, всего-навсего. Я вообще не представляю, как можно в течение от 10 июня по 10 августа, да, к примеру, получить всей стране. Два раза в месяц вы имеете в виду только это приемное время? Лицензионная палата в Киеве, да. Я могу, может, что-то не все понятно говорю, значит, телезрителям, но тем не менее, да, вот сегодня, сегодня из той информации, которую мы обладаем, да, палата заседает два раза в месяц. Вот, ближайшее заседание 4 августа, следующее, если я не ошибаюсь, последнее было 24 июля, вот, да, и, естественно, сейчас все так оно законом сложилось, что все эти кубики разложились уже по другим кучкам. Было 1, 2, 3 кубик, 4, 5 отдельно, то сегодня кубик 1, 2 – это одна пара, а 3, 4, 5 – это уже вторая тройка. Естественно, усложнилось все, потому что категория сложности третья перешла, вот там, где четвертая, пятая, к ней, это уже киевские все, так скажем, процессы, то есть, кто был здесь, кто был здесь, кто был здесь, а это уже не здесь. То есть, это вот эти, вот, в компетенцию Киева, Киева уже вошла еще одна группа, получается, правильно я понял? Ну, да, 1, 2, 3 было в одной группе. Это была компетенция местных органов, да? Ну, будем, так, для населения, да, да, то есть, эти категории могли здесь экспертизы проходить и так дальше. Я что-то могу говорить не точно, конечно, было бы желательно, так скажем, на таком уровне профессионально пригласить специалистов ГАСКО, там, Укроэкспертиза и так дальше. Но на обывательском уровне, значит, людям, значит, населению должно быть понятно, да, то, что сегодня, значит, введение действия этого закона, оно своевременно не было отработано, ни исполнителями работ, ни организаторами, в данном случае заказчиком, да. Вот, естественно, сейчас возникли проблемы. И проблемы серьезные, почему? Потому что год наш движется, уже сегодня заканчивается июль, и по большому счету есть очень много сегодня проблем, которые, значит, нужно решать для того, чтобы этот паровоз все-таки продолжал двигаться. Потому что по многим позициям он просто останавливается. Там нету лицензии, там тендер нельзя провести, там нету, там нету, примеру, там, разрешение начала работы, там тоже. Ну, я вам скажу, я занимаюсь вопросом, к примеру, стадиона, ну, поверьте мне, абсолютно добросовестно. И уже, ну, два с половиной года, то есть сначала проходили этап, что нужно, что это нужно, потом какой-то подготовительный этап в шестнадцатом году. И в этом году уже, считайте, мы имеем проект тренировочного поля, хотя это может быть, там, у Саши Демьянова, это может быть БСМП, там, важнейший объект, который сейчас строится, там тоже есть проблемы. Да, так вот, на сегодняшний день, только сегодня, на сегодня 25-е, 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 он мне утром Возчиков позвонил, сказал, так и так, уже есть номер, номер декларации. 26-е уже. 26-е, видите-ка, уже даже счет подсчитал. Вот 26-го июля мы получили, мы получили уже официально по вот этому закону, получили разрешение на начало работы. И сегодня уже гудели там машины, на стадионе возили. Вот, по сути дела, сегодня нужно всем, пройдя эту процедуру, из-за того, чтобы было кубик один, два, три, а стал три, четыре, пять, нужно в законный способ, где надо экспертизу, надо экспертизу, где надо отменять тендер, отменять тендер, где надо корректировать проект, надо корректировать тендер. Мало того, изменилась концовка процесса, вот сегодня мы сидели на совещании, да, ну, колоссальнейшая работа, то есть в конце этого процесса нужно оформить соответствующий документ, да, я даже название его не знаю. Но его нужно, если раньше декларация закрывалась, акт ввода и так далее, так дальше, появился другой документ. Этот документ стоит денег. На сегодняшний день его нету ни в сводном субментном расчете, его нету, ну, собственно, как бы в проекте, то есть экспертиза проведена без него. То есть, ну, это фактически удорожание проекта. Конечно, вот эти, подожди, лицензия стоит 34 тысячи или 38, это удорожание проекта. А лицензия это что имеется в виду, это лицензия на конкретный объект? Лицензия исполнителю работ. На право выполнения работы? Да, да, на определенный объект. То есть она бессрочная или на определенный только объект? Нет, она выдается исполнителям, она имеет термин D, она может быть бессрочная. Есть у кого бессрочная еще с того времени осталась. То есть это стало лицензированием просто видом деятельности, да, строительство сейчас? Было до этого не лицензия? На определенные виды работ должна быть лицензия, выдана лицензионной палатой Украины. Все, что, смотрите, мы очень сейчас, я думаю, напугали зрителей. Не, мы ничего напугали, я просто хочу закончить. Да, вот если можно и подытожьте, пожалуйста. Чтобы мы понимали, что у нас 2 минуты осталось. Дело, по сути дела, на сегодняшний день нужно перевернуть все программы города. Ну, для начала надо пройти процесс и уже выйти на те цифры, которые на сегодняшний день просматриваются с учетом введения этого закона. Цифры, те, которые имеем сегодня и те, которые будем иметь завтра, они разнятся. Понятно, да? Они уже разнятся хотя бы на величину ту, которую нужно в конце заплатить за этот конкретный документ, который подтверждает ввод этого объекта в эксплуатацию. В оценке УКСа это 8 миллионов гривен с городского бюджета. А значит нужно, а значит нужно все программы перешерстить, все программы откорректировать, изыскать средства на эту, именно на конкретно, на вот этот финишный, так скажем, этот рывок, да? Внести все изменения, пройти все комиссии и отголосовать на сессии. При этом сегодня бюджет этого не предполагает. Он уже принят на этот год. Корректировка сделана бюджета по итогам первого квартала. Будет ли корректировка в итоге в полугодии, мы еще пока не знаем. Мне хотелось бы ко всем проблемным моментам города, значит, ее, по-видимому, она должна появиться, потому что этот вопрос нужно решать. Ну и кроме всего, даже если мы сегодня берем УКС и КП, которые строят, да, я слежу за временем, да, то мы можем сказать, что просто передать объекты, которые находятся в сегодня юриспруденции КП, в сторону УКСа, это тоже решение сессии. То есть, по сути дела, сегодня нужно наш механизм городской до такой степени зажать, ну, то есть, знаете, как мы часы заводим, для того, чтобы они работали. Так вот, нужно сегодня всем поднапрячься. Потрудиться, я это сказал. Да, мы сегодня говорили у МИКО, я говорю, давайте термин такого штормового предупреждения. По сути дела, мы сегодня имеем деньги, мы сегодня имеем правовое поле, в которое мы не вписываемся, объявляется штормовое предупреждение, все должны отработать в минимально сжатые сроки, для того, чтобы к концу года мы получили, так скажем, те инфраструктурные объекты, которые мы себе можем позволить, исходя из реалий сегодняшней жизни. А они имеются. Миллиард гривен, поверьте мне, это очень большие деньги. Что ж, спасибо большое за такую развернутую беседу. Ну, скажем, то, что я понял, я понял то, что вступление этого закона, я так понимаю, на перспективу принесет, ну, достаточно позитивные изменения, имеется в виду, я, насколько понял, ужесточились некоторые требования. С точки зрения безопасности. С точки зрения простых горожан, как я, как наши зрители, это действительно, ну, наверное, плюс. Но, учитывая того, что мы в этом году попали под его введение в действие, под интеграцию этого закона, это вызывает вот те трудности, о которых говорил Сергей. Ну, что ж, на этом мы с вами прощаемся. До следующей среды. Спасибо, Сергей, за такое развернутое объяснение этого закона. Я нашим зрителям напоминаю, что встретимся мы с вами в следующую среду, в это же время. Программа на связи с муниципальной властью, телеканал Николаев. С нами всегда интересно, не переключайтесь.